Эл Универсал, Венесуэла, планируется создание зерновой ОПЕК. Бетци и Сетистиван Гастелу. Эл Универсал, Венесуэла. 9 октября 2019 года. Крупнейшим производителям зерна следует создать свою организацию, аналогичную организации стран-экспортеров нефти, ОПЕК. Эту идею выдвинул вице-премьер России Алексей Гордеев по итогам встречи с министром продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлией Кликнер. Вице-премьер Алексей Гордеев выдвинул предложение создать своего рода зерновую ОПЕК для обеспечения стабильности зернового рынка, координации ценовой политики и решения проблемы голода на планете, отметила Кликнер. По мнению Алексея Гордеева, в организацию могли бы войти такие экспортеры зерна, как Россия, Европейский Союз, Канада и Аргентина. Между тем, по оценкам, в 2018 году Россия поставила Венесуэле 600 тысяч тонн зерна на общую сумму около 60 миллионов долларов. Посол России в Каракасе Владимир Заемский сообщил агентству «Спутник», что успешная реализация данного проекта возможно благодаря усилиям российских компаний «Продинторг» и «Объединенная зерновая компания». В связи с этим министр сельского хозяйства Венесуэлы Вельмар Кастро Сотельда отметил, что в 2019 году поставки в Венесуэлу зерна, а также удобрения агрохимикатов для посевы зерновых, не прекратятся. Вельмар Кастро Сотельда сообщил, что будут подписаны соглашения о закупке от 600 до 680 тысяч тонн зерна. «Мы обеспечили поставку хлебопекарной пшеницы, жизненно необходимой для венесуэльского народа», – подчеркнул он и напомнил, что Россия обеспечивает 60% потребляемой Венесуэлой пшеницы. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.